Отличная командная работа сегодня, трудовая победа, солидно сегодня сыграли во всех компонентах, организованная командная оборона, хорошие атакующие действия. Наверное, только стоит об атаке говорить с точки зрения эффективности уже, наверное, на скидку скажу где-то с 28 минуты. Так, до 28 минуты не было таких прям 100% опасных моментов, то есть понятно, что организованная команда Славия, мы это видели, то, что она в последних матчах не добивается побед, это не говорит о том, что не хватает ей там класса и так далее, но еще раз говорю, дисциплина, организация на высоком уровне, поэтому и моментом, наверное, первые полчаса не изобиловал, скажем так, матч с обеих сторон и одна и вторая команда. Ну, затем потихоньку-потихоньку, как говорится, стали, вот поймали контратаку хорошую, с исполнительским мастерством выбежали, тут, как говорится, возвращается, да, если в предыдущем матче в Новополоцке мы точно такую же пропустили гол, получили такую же контратаку, здесь идентичный гол, когда мы сработали так же, ну, и великолепно Ситько отдал передачу, конечно, и Пигас Вадим исполнил мягко, перебросив вратаря, поэтому классическая быстрая атака с хорошим исполнительским мастерством. Вот в перерыве попросил ребят ни в коем случае не довольствоваться тем результатом, который был после первого тайма, вот почему, потому что очень важно было поддерживать интенсивность игры, то есть и плотность игры для того, чтобы не дать сопернику, скажем, вернуться в игру как по счету, так и по ситуациям, созданным каким-то голевым ситуациям у наших ворот. Вот, поэтому с этой задачей мы великолепно справились, сегодня еще раз готов поблагодарить ребят за отличную работу, за концентрацию до последней минуты, и те замены, которые мы произвели тоже, они придали определенной стройности нашей игре, вот, и еще раз говорю, что в этом отношении радует то, что вся обойма футболистов, те, кто у нас есть, и кто выходил в старте, кто выходил на замену, и кто сегодня, может быть, не вышел, но все ребята понимают, что еще у нас 13 матчей уже, сегодняшние мы уже завершили, у нас еще 13 матчей очень серьезного уровня, это 8-7 матчей в чемпионате у нас осталось, да, 7, и 5 в Еврокубках, это 12, и кубковая игра у нас 1-8 финала в декабре месяце, то есть 13 матчей за 2 месяца, поэтому я думаю, что все ребята сейчас мотивированы для того, чтобы помогать коллективу в решении всех поставленных задач. Благодарен болельщикам, что в столь поздний час пришли, поддержали команду, мы время просили позднее назначить матч, в связи с тем, что ребята из сборных своих возвращались, и чтобы больше времени было на восстановление, поэтому вот в этом отношении тоже хорошо, и движение было хорошее, и сборники, кто у нас сегодня был в стартовом составе, и Вадим Пигас, и Денис Поляков, вот, отлично сработали, ну и Федор Лопоухов, тоже самое не исключение, поэтому благодарен команде за отношения и за победный результат. Коллеги, будут ли вопросы? Пожалуйста. Нет, не было никаких даже сомнений, у нас на данный момент пока нет альтернативы, Роман Бегунов травмирован, если в предыдущем матче, перенесенном с Нафтаном в Новополоцке, у нас Роман Бегунов начинал справа в обороне, ну, если вы помните, он получил травму в первом тайме, была вынужденная замена, поэтому Вадим Пигас вернулся из сборной в хорошем расположении духа, понятно, что дебют национальной сборной – это тот момент, который запоминается, наверное, на всю жизнь для любого амбициозного спортсмена, Вадим не исключение, поэтому с этой точки зрения Вадим в хорошем тонусе, и сегодня он доказал своей игрой и исполнительским мастерством именно при первом взятии ворот. Ну и в целом свои прямые обязанности он также, как и вся команда, отлично сегодня справился. Можете сегодня рассматривать сегодняшний матч как репетицию перед Неверкубками? Ни в коем случае это абсолютно не имеет никакого отношения к предстоящему матчу в основном раунде Лиги Конференции. Почему? Потому что все-таки ХИК – это команда, одна из лидирующих команд финского чемпионата, они уже закончили сегодня, кстати, последняя игра у них была в чемпионате, они заняли третье место, сегодняшняя игра уже ничего не решала. Единственное, что мы по итогам этой игры будем еще тоже анализировать их стартовый состав, насколько они боевым составом сегодня играли, потому что сегодняшний матч против Купса, с которым они играли, который является лидером чемпионата Финляндии, эта игра ничего не решала для них, то есть они третьи по-любому, при любом раскладе. Поэтому нам очень важно быстро сейчас за эти дни проанализировать, каким они составом играли, какие изменения были, ну то есть чтобы примерно определить ориентировочный их состав на предстоящий матч. Плюс еще теоретическое занятие по сопернику будет, мы еще будем ребятам доводить информацию по их стилистике, игры по личностям и все-все аспекты выдерживать.